Всем привет! Вы смотрите фрагмент программы «Обратный отсчет» от 29 мая 2023 года. Сегодня понедельник. Бонусный сюжет. Пляшивые игры смотрите на Dailymotion, а полную версию на ресурсе Patreon. Там много всего интересного. Весьма рекомендую. А я перехожу к главной теме. Иногда и пропаганда стреляет, причем себе же в ногу. Кремль напоролся на собственную истерику. Все началось с сюжета о разговоре американского сенатора Линдси Грэма, посетившего Киев, с президентом Зеленским. В видео, изначально распространенным офисом президента Украины, две ремарки сенатора следовали друг за другом. А русские умирают, и никогда мы так удачно не тратили деньги. Однако вскоре выяснилось, что эти фразы были подмонтированы. Одна к другой. В подлинном разговоре связи между ними не было. В оригинале, без монтажа, Грэм начал со слов, что сопротивление украинцев напоминает ему о героических страницах американской истории. «Было время, когда и мы такими были. Сражались до последнего человека. Мы хотели или быть свободными, или умереть». На это Зеленский ответил «А теперь вы свободны, и мы тоже будем». Грэм отреагировал «А русские умирают». С чем Зеленский согласился, но возразил «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории». Конец цитаты. Фраза Грэма о том, как удачно США тратят деньги, то, что в изложении российской пропаганды превратилось в инвестицию в смерть русских, была произнесена отдельно и даже в другом месте. Тем не менее, этот провокационно смонтированный сюжет вызвал ядерную реакцию кремлевских пропагандистов и расистских бонз. Для усиления реакции разбудили даже Медведева, который тотчас навскидку вспомнил несколько имен насильственно умерщвленных американских сенаторов. Бастрыгин возбудил дело о призыве к убийству. Против Грэма, разумеется, а не против Медведева. А МВД и вовсе объявила Линдси Грэма в розыск. Причем для пропагандистского выхлопа было бы достаточно не склеивать эти фразы столь топорно, а использовать только слова про вложение денег. Дескать, Грэм, как представитель американской военщины, доволен. Но соблазн был столь велик, что от привязки к пещерной русофобии не удержались и пустились во все тяжкие. Впрочем, Кремль врал всегда и кается не собирается. Сам виновник медиабури, ранее назвавший Медведева старым дураком, отреагировал на эту истерику философски. Как обычно, российская машина пропаганды работает на износ, сказал Линдси Грэм. Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение, прекратите военные преступления. Но ведь правда в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны. Конец цитаты. Но есть еще один нюанс, который не лежит на поверхности и открывается только тем, кто привык копать на пару лопат глубже. И именно он поворачивает ситуацию совершенно другой стороной. По итогам голосования во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал ныне действующий президент Реджеп Эрдоган. Он получил более 52% голосов избирателей и остается в должности на следующие пять лет. Белгородский губернатор Гладков, измотанный набегами диверсантов и разного рода прилетами, включил креатив и предложил аннексировать Харьковскую область Украины. Только за ночь силы ПВО Украины уничтожили 67 воздушных целей. Утром обстрелы продолжились. По словам спикера воздушных сил Юрия Игната, оккупанты могли атаковать Киев Искандером. Сегодня были срочно эвакуированы несколько районных судов в Москве. В частности, эвакуировали Хамовнический райсуд, Измайловский, Кузьминский, Чертановский и знаменитый Басманный. Горизонт пещерных зрелищ сузился. Ни тебе футбола, ни хоккея. Но, судя по фронтовым сводкам и подготовке к поражению в войне, Путлозона активно готовится к пляшивым играм на выживание. Бонусный сюжет пляшивой игры смотрите на Dailymotion. И на этом на сегодня все. Полную версию этой программы, пожалуйста, смотрите на ресурсе Patreon. И огромное спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас. Всех обнял. Увидимся с вами в четверг. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!